добрый добрый день уважаемые зрители моего канала ну вот настала пора когда стоит обсудить тему бролина хондюков вы знаете что я в качестве эксперимента взяла пять стучек хайбрид конвертеров и в общем-то обещала вам поделиться своим мнением и выводами что напрашивается глядя на рост и содержание этой птицы но в первую очередь я посмотрела видео своих коллег глубоко мной уважаемых людей что у них с этими индюшатами как растут если какие-то проблемы или нет и в общем то обнаружила то что проблема у всех одна и та же это проблемы с пищеварительным трактом и как следствие проблемы с лапами вывод у меня как у человека не имеющего отношения к медицине а в общем-то был один то что за счет того что птичка поносит соответственно все полезности из организма вылетают как в трубу и понятное дело птица начинает падать на лапы я решила попробовать применить свои знания и опыт из прошлого и в общем то я начала эту птичку пропаивать пищеварительными ферментами это могут быть любые пищеварительные ферменты пойдем гулять пойдем не стой здесь так я применяла бифидом бактерин то есть пищеварительные ферменты находились всегда в доступе у птицы вместе с водой есть видео в которых я показываю помет у птицы был нормальный можно даже сказать очень даже хороший и в общем то вот все пять штук так 4 5 не вижу опять ты он прилег все пять штук у меня не упали на лапы и развиваются они на мой взгляд по нормально потом такой помет бывает жидкий я имею ввиду жидкий темно-коричневый как я уже когда-то говорила следствие переизбытка белка белка это значит много протеина во всех кормах для индюшат процент протеина бывает не меньше 29 это очень много вроде бы и надо бы дать такой процент но этот процент протеина то есть переизбытка белка ведет именно к таким последствиям как к поносу и как следствие заболевания опорно-двигательной системы из-за нехватки витаминов и кальция я намеренно своих индюшат не посадила на такой индюшинный комбикорм а взяла обычный комбикорм для бройлеров пока 5 на которых я выращиваю всю птицу даже своих индюков и в общем то это спасло меня вот как раз таки от всех вот таких неприятных моментов многие из вас не писали что это неправильно что начинать надо с пока 11 но в общем то есть так как это был эксперимент я в общем то все таки все таки началась пока 5 а здесь у нас две группы индюшат 5 стук бройлерных 1 2 3 4 5 индюшата белые широкогруды которые гораздо младше бройлерных не делайте выводы что вон смотрите какие эти большие какие-то маленькие нет эти индюшата младше гораздо можно принципе уточнить когда они родились все записано но сейчас не скажу насколько младше и так на сегодняшний день и дюкам вот этим два месяца опять же посмотрела видео некоторых блогеров вес конечно у всех совершенно разный но это и понятно даже те же самые big 6 и конвертер это совершенно разная птица так как и и и вес то может быть разный вот есть у кого-то даже такие видео сенсационные что в два месяца 8 килограмм я конечно не знаю но честно говоря если я сама это не увижу то наверное ну просто буду улыбаться и ну и честно говоря в это не верится ну ладно мы сейчас не об этом речь идет именно об этих индюках это хайбрид конвертеры в общем что лапы крепкие никто не сел на лапы гуляют гуляют в моих планах не было их выпускать на улицу думаю ну будем уже по полной программе как положено быть бройлером пускай сидят у меня закрытые до 150 дней 150 дней мы их уберем и посмотрим как нам заявляет производитель выход какой будет тушки по случилось все это случай случилось случайно извините за кламбур индюшат у меня выскочили и целый день гуляли в общем дворе я конечно схватилась за голову и думаю ну все сейчас начнется все что угодно собрали всю таблицу менделеева на себя в том числе как ци диоз гистомонос и так далее и в общем то их перевела вот сюда вот сюда да и их перевела потому что здесь у меня отдельно стоит теплица далеко от печи во двора я считаю здесь в общем то но более санированная территория и здесь есть трава и вот такой вот вольер куда я их могу выпускать думаю раз уж пошли они гулять значит пускай уже гуляют и в общем то на одних и тех же условиях растут с белой широкогрудой вот и сегодняшний день они гуляют с белой широкогрудой конечно если бройлерный индюк не получать сто процентов корма комбикорма а я думаю что они где-то 50 процентов наклевываются травы конечно огромных показателей по массе и от них и не жду тем не менее посмотрим сегодня мы их взвесим по визуально птичка мне нравится по габаритам для двух месяцев так опять же показываю вот смотрим ребятки только что сходил индюшок вот лежит такашечка вот она видите по нот совершенно нормальный дальше по поводу сетки пропоек ничего эти индюшота не получали кроме кроме того что они а вот этот опасный порог все-таки были закрыты до месяца соответственно как сидим глистам и так далее ну условно было взяться ниоткуда и они получали пищеварительный фермент только лишь они метро недозолом не фурузолидоном не как сидит статиком я их ничем не пропаивала но эти препараты были на готове если бы понадобилось то естественно я бы пропаила в моем случае мне повезло прекрасный производитель индюшат не будем рекламировать но так оно получается в общем то мы без этого обошлись что удивительное смотрите как они слушают они такие вообще умные такие умные такие они умны так ну вот значит помет я вам показала по пропойкам я сказала ничего не давала но могла дать в любой момент если был на то показания и что еще пока 6 уже они сегодня кушают естественно пьют водичку с чектоником вот буквально сегодня принесла свежую вот сюда поставила для больших это для бройлерных индюшат и вот здесь стоит у меня плошечка площадка для маленьких почему ставлю в таких плошках они в поилках у поилки маленький бортик тут же туда опилки так вот корм пока 6 пока без добавления чего бы то ни было кстати говоря про корм скоро в рацион буду вводить куда все ко мне а его мои хорошие все ко мне да молодцы так значит скоро буду вводить дробленку 5 злаков наверное уже с этой недели и буду пробовать подмешивать дробленочку ну вот так как так как хочется к моменту того когда в общем то это все будет переработана на мясо я имею ввиду бройлер на индюке но хочется чтобы там как можно меньше было комбикорма и так далее хотя против комбикорма ничего не имею наоборот всех призываю к тому чтобы птицу кормить правильно как то сбалансированным комбикормом хотя бы хотя бы первые два месяца для того чтобы дать хороший старт так сейчас мы прервемся как только появится кто-то из моих помощников мы обязательно сюда принесем весы и их взвесим и вы сегодня в этом же ролике вы увидите вес бройлер на хондюков ну а пока мы тут стоим я вам покажу утяток ути 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 все спрятались прячется под эту тумбочку тоже стоит у них пока и водичка с витамином ведерки для взрослых уточек для малышей вот в таком вот этот 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 так ребята у меня сейчас телефон как хочет снимает так видно было да вот утики вот индюшки ходят за мной вот как привязаны как собаки да ты мой хороший очень ручные записалась или нет не знаю повторю лучше буквально сейчас как только появится помощник обязательно придем сюда с весами и взвесим вес хайбрид конвертер в двухмесячном возрасте та птица которая гуляет который кушает травку очень много травки до комбикорма подходит не так часто как хотелось бы ну в общем то вот так вот на подножных хлебах можем так сказать хотя комбикорм конечно стоит всегда стоит и постоянно в общем больше умирать трава сразу сразу говорю что наверное это не то что наверное это неправильно все-таки бролиная птица она должна как можно больше есть как можно больше быстрее то есть как можно быстрее набирать массу но у меня все пошло у меня все пошло как всегда не как надо а как-то по-другому но может быть этот опыт и будет кому-то интересен тем более так все ребят пока пока мы с вами на секундочку прощаемся для вас это секундочка для меня это скорее всего будет несколько часов пока кто-то кто-нибудь приедет все ждем показания весов и так друзья приступаем непосредственно к взвешиванию вот наш герой вот он взяли первого встречного немножко грязноватый они у меня гуляют как вы уже знаете гуляют на улице и так включаем весы весы на нуле и кладем птичку клади 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 лапы назад лапы назад лапы назад тихо 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 крыльев чтобы на них не облокачивался так назад оттяни лапы и вперед его немножко кроме вперед немножко так на раз-два-три отпускаешь что было понятно раз-два-три ребят ну 5 400 5 500 5 500 у нас есть индюк в два месяца ну конечно вес хороший ничего не скажешь вот так опять 500 это нормальный вес меня он устраивает вполне больше того начала давать им уже зерно и я думаю что с комбикорма до конца третьего месяца я их уже переведу вот здесь вот подмешиваю пшеничку вот видно да потихонечку начала подвес этим пшеничку вот кушать удовольствием вот они к такие послушные под подошла в кормушке они тут живет кушать так там у меня утята вот этой тканью загораживаю тоже не прилетают вот за ночь они и все равно своротили и половина там гуляли такие активные ребятки взвешивали мы с вами вот этого ну вот даже покрупнее есть товарищ все все новости вам рассказала по индюкам ну теперь наверное будем через месяц еще о них говорить будем смотреть как прогулки отражаются на их здоровье вот они гуляют на травке вот дверь открыта сейчас больше того сыра были до был дождь ведерки обязательно даем витаминчик дабы дабы пили витамины ну и пока все пока все вот если у нас еще бролеры куры можно их взвесить после 14 числа приезжала приятельница который мне их выводила я у нее взяла 15 штучек у нее там штук 30 на остатки смотрите лучше значит породный индюшок а вот штук 30 осталось говорит что у нее они гораздо мельче хотя я не знаю хотя я не знаю может так кажется вроде все одно и то же корма одни и те же посмотрим есть у меня некоторая догадка почему у нее растут медленней но это нужно еще проверить и обязательно об этом расскажу о своих выводах так ну все я как всегда побежала больше мне некогда разговаривать сняла первую часть видео вчера дописываю сегодня утром сейчас раннее утро потому что вчера мне было некогда даже дописать взвешивание раннее утро вот я пришла кормить и мы с вами взвесили индюка нормально нормально 5500 нормально все ребят рада была приветствовать на своем канале все вам доброго хорошего вам дня побольше улыбок и побольше солнышка а то как то грустно когда дождик идет пока пока